С 3 по 10 октября сотрудники Института цветоводства и субтропических культур провели обследование всех территорий, где растет самшит. По итогам проверки было зафиксировано, что только в тисосамшитовой роще погибло почти 50% реликтовых растений. Не лучшее состояние деревьев и в нацпарке. Достояние природы практически уничтожено бабочкой-огневкой. Этот вредитель начал поедать и городской самшит. В целом по городу самшит вечно зеленый, в основном в декоративных посадках у нас самшит вечно зеленый, он у нас поврежден от 10% до 100%. То есть в некоторых местах действительно наблюдается полная гибель, но это единичные места. Состояние самшита колхитского значительно лучше на территории сельских поселений, потому что сельские поселения проводили обработки, нежели на территории национального парка. Справиться с вредителем может помочь только химическая обработка. Если такой способ можно применить на территории санаторных парков, муниципальных объектах озеленения и сельских поселений, то в Кавказском заповеднике и нацпарке требуется разрешение Министерства природных ресурсов. Получить его, по словам представителей этих территорий, вовремя не удалось. Теперь же вредитель ушел в спячку и сейчас проводить какие-либо обработки не имеет смысла. Но в зависимости от погодных условий провести повторную обработку с огневкой нужно будет в середине марта или в начале апреля. Нам предстоит сейчас принять меры уже к весне, то есть к марту месяцу мы должны быть готовы. А это значит, что Институт цветоводства и субтропических культур, они будут осуществлять контроль, как вы заключили договора, как вы приобрели тот необходимый материал, который у вас. И мы должны в марте месяце провести соответствующую обработку. Так? Так. То есть мы уже говорим о следующем годе, о следующем этапе по спасению самшита. Что касается территории нацпарка и Кавказского заповедника, то этот вопрос будет решаться через правовые инстанции и на федеральном уровне. Ведь проблема уничтожения самшита существует не только на территории Сочи и Краснодарского края, но и юга страны. Кроме того, на курорте появился еще один вредитель – жук-долгоносик, который угрожает городским пальмам. Руководителю санаторного предприятия, на территории которого зафиксировано заражение пальм, дано поручение в кратчайшие сроки избавиться от этих растений. Вопрос мэр взял под личный контроль. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.